всем привет с вами команда карта d и сегодня мы хотим вам рассказать о новой круши от компании rich monkey нашем прошлом обзоре вам рассказывали про ведро rich monkey а сегодня мы хотим рассказать про крушу и про ведро только меньшего размера и как они вместе работают новая круша подходит к 17-литровому ведру она такой же как и большой 30-литровые в нем есть также два бокса который крепится по сторонам очень все то же самое только меньше объем теперь давайте поговорим про саму крушу она поставляется вот в таком плотном чехле внутри есть очень прочная увесистая ручка ну и сама круша вот так она вы сама круша представляет из себя вот такой контейнер где находится 22 ножа из нержавеющей стали очень острые прочные и специальный отсек через которые крушеную бойлы попадает уже непосредственно ведро круш идеально подходит к этому ведру легко одевается а для того чтобы снять есть специальных два разреза один здесь под левую руку и здесь под правую и можете легко снимать это очень удобно для того чтобы механизм привести в движение такая ручка одевается на вот такой шестигранник и будем работать сейчас показывать как корич манке крушит нам бойла круша очень производительная и достаточно быстро перемалывает бойла но если вам нужен очень большой объем то отдельно можно приобрести вот такой вот специальный модуль такая надставка на крушу которая увеличивает объем вашего отсека и соответственно можно положить на килограмма 3 4 5 уж точно и надо сказать что приобрести эту крушу вы можете в различных модификациях отдельно можно купить ведро отдельно можно купить крушу а есть специальный набор где ведро и круша поставляется вместе мы сейчас будем пробовать как круша перемалывает бойлы у нас есть два вида первый бойл это динамит бейтс соус они достаточно мягкие вот могу их рукой в принципе разломать а вторые бойла это уже из наших старых запасов но всеми любимая слива она очень твердый я не знаю даже ножом сейчас трудно разрезать у нас пачка была открыта и они в общем-то подсохли наверное уже год они очень твердые но тем интереснее посмотрим как круша с ними справиться сначала давайте насыпем соус я вот не все положу чтобы было интересно понаблюдать и начну медленно вращать и мы поймем как эти ножи работают и перемалывают бойла вот я кручу нож и был достаточно интересно режутся стоит заметить что каждый срез не получается одинаковым какие-то был и режутся пополам ровно какие-то был там 1 3 какие-то прям крошится очень интересно но в общем то я уже на самом деле давно их перекрушил тут совсем маленькие частички остались давайте посмотрим внутрь ну что ж можно посмотреть довольно интересный срез есть прям половинчатые расколотые четвертинки и совсем мелкие но достаточно интересно она крушит на мой взгляд очень разнообразно но сейчас давайте испытаем как круша справляется ну с твердыми бойлами даже по звуку слышно как они звонко падают так посмотрим такая прозрачная крышка можно через не наблюдать ну конечно усилий я прилагаю сейчас чуть побольше но они там скачут и крушатся вполне успешно ну вот и все давайте посмотрим ну что ж твердыми бойлами конечно круша справилась но честно говоря есть редкие экземпляры когда был просто проскочил сквозь ножи но к слову надо сказать что это 18 диаметр и там есть место куда им можно проскочить а так принципе он порубил вот посмотрите достаточно интересный срез у всех бойлов а сейчас давайте воспользуемся вот этой специальной надстройкой для того чтобы насыпать большое количество бойлов мы с вами возьмем 2 килограмма бойлов фанфишен классик острый перчик ну вот я 2 килограмма насыпал и вот мне кажется ну еще 2 и ну 5 килограмм наверное сюда влезет аромат классный ну что поехали можно попробовать и в обратную сторону покрутить ну вот и все достаточно легко молоть этой круши оказывается но и ушло не наверное меньше минуты чтобы перемолоть целых 2 килограмма бойлов но какой можно сделать вывод круж нам очень понравилось честно говоря так как мы сами перемат перри резаем бойлов большое количество мы используем для этого канцелярский нож либо используем специальный резак от корда но на это всегда уходит очень много времени когда это большие объемы тут мы как вы видели 2 килограмма перемололи меньше чем за минуту но есть небольшой нюанс чем мягче бойл тем получается структура на выходе более такая мелкодисперсионная если бойл твердый у него такая упругая консистенция то он их можно сказать режет на кусочки также небольшой плюс который стоит отметить после того как ваши бойлы прошли через ножи резаного бойла не остается острых краев мы часто в спорте применяем мы руками разламываем уже после ножа бойлы чтобы не было острых краев потому что мы считаем что это может какой-то момент карпа насторожить немаловажный момент то что у вас срезы получается абсолютно все разные у вас нету ни половинок как если мы режем резали ножом бывает здесь четвертинки так срезаны так поломаны наш взгляд это очень и очень неплохо данную крушу вы можете купить в магазине карпшоп точка ру как и другие товары от компании rich monkey а с вами была команда карп тудэй подписывайтесь на наш канал всем привет а